Один должен еще подъехать Он такой же Немножко Сереги Какой-то интересный Такой же в плане того, что Хорошо будет Вышли врать Молодежь, студенты Студентка Сергей, Ангелина Уже нас слышал Сергей Еще один молодой человек Буквально минуту Пытается сориентироваться Найти место под солнцем Представляешь, чай пока Есть два варианта Мы сейчас начинаем Сегодняшнего разговора Про матрицу Про сознание Про сверхсознание Про озарение Про мистику Такая тишина Какая-то злая вещь Мотор Мотор, камера, поехали У меня одного знакомого Он раньше Nokia Когда включаешь Камера находится в режиме ожидания Камера находится в режиме ожидания И он Просто взял И выкинул телефон в окно Потому что, понимаешь, камера Ну, камера Какая камера Ну, я думаю, чтобы Нашей аудитории было понятно Мы находимся в гостях У Сергея Полонского Москва В «Золотые ключи» Здрасте Здрасте Во-первых, да Надо же официально поздороваться Согласен, Андрей Привет Сколько лет мы не виделись? По моим подсчетам 10 лет 10 лет Нам есть что обсудить Помнишь, сейчас был этот самый Вот в инстаграм все выкладывали фотографии Что было 10 лет назад, да? То есть, мы можем с собой, собственно говоря Не фотографии выкладывать А вспомнить, что было 10 лет назад Или лучше не будем вспоминать, что было 10 лет назад А обсудим, что будет через 10 лет Я предлагаю не вспомнить А даже я предлагаю для начала Перенести наше сознание 10 лет назад А дальше сквозь пространство и время Это одна из технологий, собственно говоря, переноса во времени Да, потому что Вот, например, мы сидим здесь Да, на землю Теперь хлоп на 10 лет назад Щик Теперь сюда Получается, что мысль быстрее скорость света Да Это первая история А вторая история, собственно говоря Для того, чтобы создавать что-то в этом мире Извини, я, наверное, перехватил инициативу Сейчас я вообще замолчу Это умение переноситься во времени Как в будущее, так и в прошлое То есть более того Например, сейчас все говорят Надо уметь находиться здесь сейчас Слышали, да? Так вот здесь сейчас я утверждаю, что находятся только алкоголики Потому что они У них нет завтра и нет вчера Понимаете, да? То есть это важный момент, да? А вот уметь соединять вчера с завтра И находить точку пересечения Вот это совершенно другой уровень, понимаете? Поэтому И вообще, ты знаешь Такое количество развелось Людей, которые Рассказывают, как надо жить Значит На них посмотришь на самих, да? И хочется умереть, да? Или там Которые вообще ничего не создали Не произвели И так далее, да? То есть вот К сожалению, с одной стороны Информационная доступность Которая появилась сегодня у нас в Инстаграм То есть любой школьник, ученик Может нажать кнопку и снять на видео, да? А с другой стороны То есть такое количество спама появилось То есть, например, у меня, скажем Старинные книжки, да? Большое количество Было такое время, что я три года читал только дореволюционные книги Потому что Стоим напечатать книгу в те годы Было очень дорого И дебилов просто элементарно не печатали, понимаете, да? То есть, как бы, качество информации было совершенно другое Ну, по версии мне Я после этого не мог просто прикоснуться к нашим современным книгам Вот если ты почитаешь какое-то количество времени Кстати, Атьязи были же у нас тогда Они вообще давали диапазон То есть считается, что диапазон вот русского языка Который произошел после революции Меньший в четыре раза, да? То есть гармоники там и все остальное, да? А диапазон языка Это в том числе диапазон мышления Понимаешь, да? То есть, как бы, тоже такое произошло В общем, оболванивание людей, да? Ну, до революции гласных было 19 На сегодняшние 10 букв Хотя, как говорят, даже на данный момент собирается убрать букву ЙО ЙО-ЙО! Давайте создадим партию за ЙО-ЙО! ЙО-ЙО! Немножко структурировать то, что сказал ты, Сергей Это я так просто, знаете? И первое, вот именно мысль твоя Что сейчас появилось очень много людей Молодых людей, которые они все знают и всех обучают Допустим, есть различные молодые бизнес-тренеры Которые учат бизнесу А если на них посмотреть, то видно, что они взяли в аренду офис Взяли в аренду машину Даже часы, костюм некоторые берут в аренду И они учат, как стать миллионерами Миллиардерами даже Но мое глубокое понимание сути вещей Что этому научить может только тот человек Который прошел путь и который стал сам миллиардером Это первое Также есть много людей, которые учат энергии, энергетики Вот они рисуют там различные схемы, формулы И вот один мой друг, партнер Илья Наверное, уже лет шесть или семь прошло Мы на одном эзотерическом фестивале ради интереса посетили Две-три тысячи людей Сидят славянские колдуны Возле костра, возле огня И вот они какую-то невидимую энергию берут Я им подхожу и говорю А давайте мы пройдемся по углям, по горячим И возьмем эту энергию и почувствуем Я говорю, я знаю метод, как трансформировать эту энергию в жизненную силу Помнишь ли я, что они спросили А не обожжемся ли мы? Я говорю, а как вы можете обожечься? Это же перун! Информационный век А в древности мудрецы суфийские говорили Осел с грузом книг, он все равно осел Есть такое понятие, есть дураки, а есть дураки с инициативой Если дурак, ну ничего страшного Он лежит на диване, у него сил нет, энергии нет Проблема в следующем В 1907 году у Толстого спросили Как вы думаете, что будет с Россией? Он сказал очень просто В течение 10 лет будет революция Потому что разрешили экзамены сдавать экстерным Любой человек мог взять 10 книжек прочитать И после этого стать умным человеком Исчезла вот эта ментальная передача Сегодня так же По-хорошему огромное количество информации 20 лет вообще назад ничего не было Не было ни книжек, ни интернета, ничего Сегодня ты бери, открывай Ты станешь точно не хуже, а может быть и лучше Того, что ты изучишь Но как разобраться в этом большом объеме Потому что, например, получить ненужную информацию Я считаю, что вреднее, чем вообще ничего не получить Ну и так далее Как вообще в этом мире разобраться Я смотрю, ты захватил книжку мистика Чем я могу помочь, что мы будем делать? Смотри, я-то за бизнес отвечаю, а ты отвечаешь за магов Хорошо За кого ты отвечаешь, давай В первую очередь я хочу отвечать за себя И за свою семью За своих близких А мне бизнесмены, значит, бизнесмены в Екатеринбурге официально вручили бубен И назвали меня бизнес-шаманом Понимаешь, да? И мне тебе приходится с этим как-то работать, да? Что будем с этим теперь делать? Ты знаешь, чтобы каждый отвечал за то направление, чем он занимается Ну, например, если летчик, пусть он летает Курятник, пусть он курами занимается И самое главное, чтобы все конфликты решались мирно Вот ты затронул про Толстого, да? Но я не знаю, знаешь ли это нет, что в свое время Лев Толстой и Тургеневу хотел морду бить А Тургенев вызывать Толстого на дуэль А только за то, что Толстой заснул во время того, когда Тургенев читал рассказ Я считаю абсолютно очень серьезный аргумент Очень серьезный аргумент То есть тут, что я тебе могу То есть, это по крайней мере красиво Хорошо, Сергей, я по-любому рад, да, было чувство юмора Но мало того, чувство юмора у тебя всегда был интеллект Все-таки, я все-таки скажу так, мое твердое убеждение, что понятие интеллект это такая относительная вещь, да? Мы рождаемся все абсолютно одинаковые, у нас абсолютно более-менее, так сказать, структура мозга, она одинаковая Дальше, значит, происходит следующее То есть ты в процессе жизни либо накапливаешь какие-то компетенции, какие-то опыты, да? Расширяешь свои, собственно говоря, границы, да? Либо нет, да? Поэтому, и опять-таки, определение, ну, знаешь, скажем так, понятие, знаешь, IQ, да, было Теперь есть, значит, там, есть новое понятие Emotion Queue, да? То есть, когда ты говоришь интеллект, и какой интеллект имеешь в виду? Как раз один из вопросов Я вот 10 лет назад обучал одного очень перспективного бизнесмена, очень гармонично, интеллектуально развитого, и мне что понравилось? Мне понравилась у него была большая библиотека, и там была надпись Любой, кто входит в этот кабинет, он может из этой библиотеки взять любую понравившуюся книжку Я даже скажу, я даже две книжки взял, вот одна книжка «Озарение. Сила мгновенных решений» Но у тебя же две руки правят А вторая, да, да, конечно, а вторая «Мистика лидерства» И вот здесь пометочки 10 лет назад были этого человека, вот мне интересно, изменилось ли То есть ты мою рабочую книжечку захватил? Конечно, конечно, я ж не просто, я ж не просто, я подошел, посмотрел с пометочками, и вот я даже зачитаю один отрывочек Спросите себя, что вы делаете с фактором лидерства? Как вы реализуете собственный стиль руководства? Работаете ли вы в магазине или в офисе на верхнем сверкающего небоскреба? И что вы сделали, чтобы стать более эффективным лидером? Вот что на сегодня скажет Сергей Полонский по прошествии 10 лет Как стать лидером? И кто такие вообще лидеры? Перевернем часы и начнем серьезный разговор Для каждого времени и для каждой задачи абсолютно свои разные компетенции должны быть у лидера То есть, скажем, во времена тоталитаризма лидером должен быть тоталитарный человек И с моей точки зрения, что сегодня все-таки вот то, что тогда на данный момент рассматривалось, это довольно таки все устарело Потому что на стартовом этапе, безусловно, ты, наверное, должен быть лидер как лидер Но сегодня я все-таки считаю, что система должна переходить во фрактальность Не должно быть какого-то основного лидера, да, потому что любые формы лидерства, они все равно приводят к тоталитаризму, к сожалению, да Поэтому мы считаем, что вот те формы, там, президентского управления странами, да, это все из прошлого Они уже устарели, они должны умереть как формы, как институты, которые не отвечают сегодняшнему требованию, да Мы считаем, что не должно, то есть есть вопросы, которые, например, должны решаться не президентами, а все 7 миллиардов человек должны иметь прямую возможность прямого голосования Эти вопросы должны, связаны с войнами, связаны с природными, так сказать, вещами, с экологией, значит, с санкциями, с теми же самыми и так далее То есть мы, как бы, если рассматривать каждую страну как отдельно взятую единицу, это можно было делать 30 лет назад Потому что не было фактически страны, они немножко соприкасались друг с другом, да, происходили какие-то искры, как и религия С появлением интернета открыт в некоторой степени ящик Пандоры, да, какую-то реформу, например, в какой-то определенной стране И она могла быть неудачной, то это не приводило, не привело бы к коллапсу, потому что соседние страны функционируют, да То есть можно было экспериментировать над системами и не бояться, что это приведет к коллапсу весь мир То есть сегодня фактически весь мир как и объединен с одной стороны, да, общей системой, да То есть, скажем так, сегодня человечество, приняв какое-то направление движения, у него не будет волнусь завтра это изменить, да То есть это очень важно, да, то есть сегодня совершенно принципиально изменилась вообще структура мира, структура сознания И структура вопросов, которые нам нужно решать, потому что сегодня вопросы, ну, объективно в мире, это вопросы жизни и смерти, с которыми мы уже сегодня сталкиваемся Потому что 47% профессий в течение 10 лет исчезнут, до 80% людей может остаться без работы А через 10, там, через 15 лет, да, не спали, не свалимся ли мы в безумного МАКСа, да, как в МЭДМАКС, да Или с другой стороны, так сказать, переход на цифровые технологии, которые основаны на смарт-взаимоотношениях, смарт-контрактах, блокчейне, искусственном интеллекте Они, собственно говоря, приводят, сегодня уже, кстати, статистика говорит о том, что 30% россиян боится именно, что искусственный интеллект уволит их с работы, да Не надо бояться, будет не 30%, будет 80%, то есть, ну, как бы, и, так сказать, удача улыбается подготовленным Коротко, характеристику или классификацию лидеров и какие они есть И существуют ли духовные лидеры? Мудрецы Мудрецы – это древняя форма духовных лидеров, которые раньше были во все времена Это духовные старцы, это волхвы, это жрецы, это не столь важно ярлык, название Но мудрец – это тот человек, не обязательно с высшим образованием, но который мог дать рациональное решение каких-то ситуаций И мудрец, он вне времени, вне пространства, вне каких-то модных течений, основанных на визуальном восприятии информации, на слуховом И у мудреца, у него должно быть, первое – это правильное познание мира Это должно быть соответствующее правильное познание, дает правильное мышление А язык мышления – это правильная речь Правильная речь формирует правильный поступок Правильный поступок приводит к правильному образу жизни этим духовным лидерам По форму, собственно, мудрец, да Значит, я знаю, у викингов была такая история Что у них мудрецом считался тот человек, кто собрал 33 камня Каждый камень ты мог собрать именно тогда, когда у тебя были самые высокие эмоциональные переживания То есть рождение ребенка, первая любовь, погиб друг в бою и так далее Таким образом, собрав 33 эмоции, у тебя распаковывались, расшивались, собственно говоря, познания мира И тогда к тебе мог человек прийти и посоветоваться по любому вопросу Потому что практически все вопросы находились, грубо говоря, в области этих 33 эмоциональных состояний То есть если человек сам прожил эти эмоции, тогда он может советовать Меня сейчас поражает очень много, это правильно вначале мы сказали Что люди, которые сами не испытали, не почувствовали, не прошли и не собрали эти 33 камни Собственно говоря, начинают выступать мудрецами Такое очень, скажем так, с одной стороны интересное время С другой стороны оно смешное С третьей стороны оно энергичное Смотри, вот мы сейчас снимаем передачу, а у нас уже закон принят о fake news А также принят закон, что нельзя плохо говорить о государстве И, собственно, тут тоже понимаешь Если мы, например, скажем, что у нас люди в России, они все-таки, скажем так Большое количество людей находится в биороботическом состоянии В биороботическом состоянии неосознанности В состоянии их гены, то есть их системы эмоциональные не вскрылись И они, собственно говоря, из биозаготовки не стали людьми То есть мы попадаем под этот вот, так сказать, ну это же так, да? Умный человек, он сам сделает выводы На данный момент мы уходим от какого-то межличностного общения Мы говорим истину И древние мудрецы, они получали истину напрямую Из книги знаний Вселенной Истина – это догматическое утверждение, да? Я бы все-таки сказал, что суть жизни человека, что человек ищет истину, да? А вот по этому пути, по пути поиска истины, собственно говоря Потому что как только ты говоришь, что ты нашел истину Мы должны встать и разойтись, надо не о чем разговаривать Ну это то же самое, как найти гармонию Все стремятся к гармонии, а когда человек пришел к гармонии, все Ну, это все, это мертвая уже фу То есть дальше двигаться некуда Ну я тоже, кстати, в некоторой степени считаю, что вот люди, значит, которые Вот человек, который уходит, грубо говоря, в медитацию там на 10, на 15, на 20 лет, знаешь, там вот У океана, у океана, у океана и так далее, да? То есть для меня как бы это такая тоже загадка Да, так, да, о чем мы говорим? Мудрецов, состояние глубокой медитации, состояние осознанности, сверхсознания И, скорее всего, даже более правильно, состояние просветления Состояние пустоты, которое в нашем обществе доступно, ну, единицам Я не знаю, есть ли сейчас в современности человек, кто достиг этого состояния Но, наверное, к этому нужно стремиться В практиках расширения сознания и сверхсознания Мудрецов обладает житейской, практической, практическим знанием А знания можно разделить на 4 категории Это услышанное знание, ну, как говорят, лучше один раз увидеть Увиденное знание, но наши органы чувств нас могут обмануть Третье знание, это знание уже познанное через наше тело Например, кто-то говорит, вот, огонь я видел Или кто-то говорит про бесконтактный бой Видел, слышал, но это может быть иллюзия Но познанное наше через тело, когда мы соприкоснулись, прошли по горячим углем Но четвертое, самое высшее знание Вот, вот, ручку возьми, извините, возьми Значит, ты же сказал, да, на слух человек воспринимает 5% информации Я еще раз повторю, четыре вида знания Первое знание услышано И, к сожалению, это сейчас средства массовой информации Создают общественное мнение и его формируют А что такое звук? Звук – это вибрация, это энергия, которая воздействует на наш мозг, на наше сознание Также второе знание – это увиденное знание Это картинки, быстро меняющиеся в современном обществе И которые люди не успевают Почему дети, когда смотрят сказку Сейчас очень популярно Я в последнее время в Америке часто был, в Лос-Анджелесе Там есть друзья, которые создали на Ютубе детские каналы И большие просмотры идут Потому что ребенок в день по 10-20 раз смотрит какую-то эту передачу Потому что мозг у него не может быстро эту картинку как бы усвоить Третье знание – это знание познанное Через наше тело, оно более высшее Потому что на этом основаны методы аутогенной тренировки Которые создавались для европейцев Которым, допустим, европейцу У него настолько развито критическое аналитическое полушарие Что ему тяжело включить образ И представить какого-то несуществующего дракона Но тело сразу даст подсказку Это тепло, это холодно Это, скажем, напряжение, расслабление И дальнейшие какие-то фазы И четвертое, самое главное высшее знание Это знание примененное Без разницы в какой области Например, примененное в бизнесе Человек добился реализации собственного проекта То, значит, это знание Есть более высшее знание, примененное в жизни И тогда этот человек поделится У меня просто с Вадимом полностью совпадает Мы не договаривались Значит, я тоже начал вырабатывать Ну, то есть, собственно, первое – подумал Второй пункт у меня, значит, сказал Третий пункт – рассказал, сказал, да? То есть, придумал идею Мозг – это нейрокомпьютер То есть, собственно, в квантовом состоянии находится Потом ты произнес То есть, это уже переход в физические волны Третье – это написал И четвертое – это сделал То есть, оно полностью совпадает с твоей технологией И существует такая система Эта система называется Час выгоды, чтобы запомнить ее Читаю, слышу, вижу, говорю, делаю Но если к этому мы еще добавим запахи Запах лимона на 25% улучшает концентрацию нашей памяти А 20 – это у кого-то на 20, у кого-то на 25 Все зависит У кого-то объем мозга полтора килограмма А у кого-то кило 800 Но мы сейчас говорим о принципах Воображение с помощью нашего сознания и память А память есть мгновенная, коротковременная, долговременная, генетическая Но сейчас мы, конечно, не рассматриваем память нашей души о прошлых перевоплощениях Но возвращаемся 10 лет назад Ты такой объем набрал, да, материалов, что, мне кажется, мы за 10 передач не сможем их пройти А мы... Нет, мы можем, например, сказать, да, так сказать, там, если получим 10 тысяч лайков, тогда мы дальше расскажем Да, 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 теориях озарения Ну и сейчас, Сергей, просто накидаем Потому что, вот смотри, на мой взгляд, вот современный мир, интернет-пространство Тот же взять так популярный канал YouTube Который, на мой взгляд, является не каналом саморазвития, а каналом саморазрушения То есть это жесткие, низкие энергии, которые пришли, не самый лучший вариант Мы взяли из другого мира И работа на чем строится? Это в последнее время так называемые пранкеры, да, которые работают Какие видео набирают наиболее просмотры Небольшой там отрывочек, там, допустим, до минуты Мама с девочкой, скажи щелчок, на тебе хлопок, бам И девочка, мальчик, то есть это низкие эмоции Даже центральные каналы телевидения Купаются не просто в желтом, грязном, но это разрушительные эмоции Или же даже взять вот, ну, столь популярных блогеров Вадим, стой, смотри, у меня предложение Иначе я запутаюсь, и зрители у нас запутаются Давай мы вот одну тему ты сказал Хлоп, мы ее обсудили Хорошо Потом следующий пересудок Договорились Иначе мне сложно будет По YouTube, да? По YouTube, да То есть мы же как? Ты, например, сказал какую-то тему И продолжаешь Подача была, да? Да, подача была мяч на моей стороне В 1994 году мы с товарищем, значит, договорились о том Что мы не смотрим телевизор и не читаем газеты Пока не заработаем первый миллион долларов И через 11 месяцев мы заработали первый миллион долларов Вот И то, что ты говоришь, абсолютно правильно Я более того скажу, что вот эти информационные потоки Которые сегодня есть Они настолько захватывают время Настолько снижают чистоту Настолько, вот, так сказать Что, я тебе скажу так, да? 80% Мы анализировали, это абсолютно доказанная вещь В любом бизнес-проекте 80% успеха – это умение концентрироваться Я думаю, так же в боевых искусствах То есть 80% – это концентрация И вот попробуйте сконцентрироваться сегодня, да? В этом шуме, гамме Включите одновременно два телевизора, три телефона, да? И попробуйте, собственно говоря, у вас не получится, да? То есть, ну, даже у меня, наверное, не получится Ну, не знаю, у Вадима, конечно, получается, наверное Вот Поэтому мы находимся в информационном шуме В информационном спаме И вообще, как мы выживем И какими мы будем через 10, 15, 20 лет Очень сложно предположить Потому что через 20 лет Поколение детей, которые сегодня, собственно говоря Воспитывается, ну, по-хорошему На, как раз, ютюбе На всех вот этих вот квазиновых системах, да? Там же дети, ну, реально, я вот знаю С пятого класса проводят, там, часы просто И за камерой, там, вплоть до самоубийств Когда, там, хейтеры, там, выступают и так далее, да? Вот Вот, давай обсудим первый вопрос И что с этим делать, Вадим? Да, все Можно, знаешь, послушать Так можно, так сказать, надо съехать куда-то Либо в джунгли, либо на острова Вот я, там, например, на островах Тут был в командировке лет пять Вот, там, все-таки, поменьше информационного шума, да? А ты как спасаешься от этой истории? У меня еще, у меня еще есть, например, наушники, да? Я, хлоп, знаешь, там, например Я вот сажусь в машину, сразу чип, наушники, все Знаешь, так удобно вообще Все Ну, то есть, это как такие формы защиты А как вы защищаетесь? Я сейчас расскажу Я уже 10 лет практически защищаюсь от этого У меня есть свой некий оазис Это некий заповедник Это место силы Где все собрано и все сконцентрировано Вопрос И теперь я должен зачеркнуть, что мы этот вопрос разобрали Хорошо, понимаешь, да? То есть, пока мы его не разберем, я не могу к следующему перейти У меня такая технология Хорошо, договорились На мой взгляд, это только может помочь комплексный подход Вот, например, в Китае Существует три основных духовных учения Это конфуцианство, это дзен-буддизм и это даосин Все это можно в упрощенной форме сказать Практики развития разума Развития духа и развития тела Но, что интересно, они дополняют эти учения друг друга И адепты этих учений, они не конфликтуют Они стараются комплексно, гармонично заниматься И все это можно объединить как комплексное саморазвитие На основе баланса тела разума и духа Я все-таки настаиваю Китайцы классные ребята, но они в Китае Понимаешь, да? А мы здесь россияне, смотри Нас смотрят с тобой не китайцы Мы сейчас, ребята там в Китае есть, там это, это Да, конечно, там везде, в каждой стране мира есть А что у нас, что мы можем все-таки, да, то есть смотри Я пока не вычеркну этот путь, да, мы не перейдем Как современному человеку Поскольку мы уверены в том, что без концентрации Ничего невозможно достичь Как современному человеку в Москве конкретно В России, в Санкт-Петербурге и так далее, да Выжить Отвечаю, согласен, что современный человек Он не только не может сконцентрироваться А есть такая шутка Вот канадский лесоруб, он в лесу говорит о женщинах Приходит домой, с женщинами начинает говорить о лесе И современный человек, находясь на работе Вот, Вадим, я тебя перебью, смотри Вот, смотри, я тебя опять перебью Смотри, меня не интересуют канадские поговорки Понимаешь, да? Не интересуют канадские поговорки Кого из вас интересует, что там думает какой-то канадский лесоруб? Да, дело в том, что это такой же лесоруб По-российски думает Что ты можешь предложить, исходя из твоего опыта, твоей системы Как, вот у нас здесь вот, пожалуйста, пять человек Ребята хотят узнать, так сказать, что им делать Понимаешь? Очень просто научиться переключать внимание Сумственное на физический, с духовного на телесный уровень Практики переключения Внимание Первое предложение Сумственного на что? Сумственное на физическое На физическое Ну давай раз, как это делается-то, или это секрет? Нет, это... Давай расскажем, я не знаю, я тоже хочу узнать Нет, это не секрет Мы когда встречаемся обычно, да? Я что-то даю в стол, и ты что-то даешь в стол, да? Хорошо То есть я хочу узнать, реально меня это интересует, да? У меня какие-то свои наработки, может быть, там есть Я хочу узнать твой опыт А опыт, он очень простой Он этот опыт существовал еще и в Советском Союзе Это так называемая рабочая перемена Или производственная гимнастика Этот опыт существует и в других передовых странах Таких, как корпорации Sony, да? 45 минут работают Небольшой перерывчик Небольшой перерывчик И переключение Сумственного на физическое Рассказываю Значит, двойка тебе Двойка Потому что это технология для рабов Значит, в Японии, собственно говоря, это сделано для тех людей Которые стоят на конвейере, понимаешь, там и так далее То есть это вообще предыдущий уровень Это биороботы, да? То есть которые, я считаю, что, я уверен, точнее, не считаю, я знаю, да? Что в 20 веке, собственно говоря, создали конвейеры, да? И под конвейеры нужны люди Которые мыслят в системе 0.1 Исходя из этого была запущена система ЕГЭ И мы в 20 веке напроизводили такое количество биороботов, да? Что, ну, это просто как бы катастрофа Поэтому вот точно кого-кого А японскую корпорацию в данном случае, Вадим Ну, точно нельзя предлагать в качестве, значит, разумного предложения Это, так сказать, для наших российских мозгов, да? Я вот настаиваю на этом Если, конечно, я не знаю, может быть, тебя завервали ФСБ Чтобы у нас, значит, так сказать, были все в системе 0.1 Или КГБ, там, я вот не знаю, понимаете? Нет, нет, я родился в Советском Союзе Поэтому, это предыдущая модель Предыдущая модель, да? Значит, вот то, что я знаю Все мои учителя, которые, по крайней мере, меня, так сказать Ну, учили большого уровня Они говорят следующее, что Я говорю, в чем основная задача твоего учения? И каждый из них говорил следующее Сделать так, чтобы ученик проснулся Человек проснулся Понимаешь, да? Вот я не знаю, какая у тебя, да? Там, ну, то есть, как бы система, да? То есть, ну, как бы Мы там давно уже там что-то делали Что-то занимались, да? Ну, вот, я утверждаю Я уверен, что это, вот, ну, одна из основных задач Так сказать, учителей, которые есть в мире Если учитель не занимается тем Чтобы человек перешел в осознанное Ну, то есть, проснулся Значит, он плохой учитель, да? Нельзя проснуться, если ты находишься Я повторюсь, как белка в колесе Окруженный спамом Информационным Телевизионным Газетным и так далее То есть, у тебя не остается времени На то, чтобы, собственно говоря Оказаться наедине с собой Проанализировать, промедитировать Перевести из операционной памяти В постоянную память Там, чтобы новые нейроны и так далее, да? Понимаешь, то есть, я знаю, что человек Сегодня основная проблема, кстати, у бизнеса, да? То есть, объективно Бизнесмены находятся в состоянии стресса сегодня Потому что огромное неопределенность Сделали анализ последний Это один из главных, собственно говоря Проблем сегодня у бизнеса российского Неопределенность вызывает страх Вызывает нервозность, да? А человек в таком, ну, как бы Грубо говоря, в ГУЛАГах Не создаются ЭПЛы Не создаются Алланы Маски Понимаешь, да? И вот А сегодня человек фактически оказался Мир погрузился в большой ГУЛАГ, да? То есть, сегодня весь мир Накрыла паутина Человеку негде спрятаться Негде остаться наедине с самим собой Да? И человек не понимает Как он будет завтра Как он выживет Ну, вот у тебя есть какие-то уникальные знания, да? Это хорошо А у людей, у которых нет уникальных знаний И которых можно автоматизировать Вот стоит, например, наш товарищ Держит камеру, да? Ну, понимаем, да? То есть, так сказать, можно было просто взять подставочку И, кстати, она бы не шаталась Было бы удобнее по-хорошему Там, или поставить куда-нибудь сюда Там, я не знаю, да? Хлоп, минус один человек, да? Ну, и так далее То есть, понимаешь Я все-таки вот настаиваю на вопросе Как человеку в Москве Значит, избавиться от информационного шума Выжить То есть, я понял Ты уехал куда-то в другой, значит, загород Построил там, значит, у себя, значит, так сказать Какое-то квази-пространство Да, как, собственно, и у меня Вот у меня, видишь, здесь купол, да? То есть, у нас здесь, так сказать, там, знаешь Такая-то мы сейчас немножко, кстати, что-то громко разговариваем Обычно мы здесь два раза тише разговариваем Вот И, так сказать, каждый, кто приходит Он сначала пьет чай Там, я хочу вообще внизу сделать такой вход Заходишь в тамбур Пять минут в нем, да? Значит, ты не можешь быстрее зайти Ты заходишь в тамбур И там, значит, у тебя чай Значит, там запахи, ты правильно Запахи, это вообще отдельная тема Музыка играет И человек, значит, сидит такой Вначале биопробиотики Чтобы, так сказать, не было бактерий И после этого только он заходит Потому что обычно очень часто Вот, ну, я смотрю, как люди забегают, залетают Все, все пропало, шеф, все, срочно там и так далее Да, ты понимаешь? То есть, если ты думаешь, что что-то произойдет такое Что через пять минут ты не сможешь это решить Ты тогда приходишь и говоришь Я планирую через четыре минуты умереть Скажи, пожалуйста, иначе ты не успеешь мне сказать И я, конечно, выделю, брошу все Понимаешь? То есть, у меня ощущение, что сегодня человечество Погрузилось в такое состояние, к сожалению Вот это общий За счет общей информационного интернет-пространства Что каждый... То есть, людям нужно все быстрее и быстрее бежать Ты понимаешь? Хорошо, все Какой мы совет можем дать? Понимаешь, в баню им ходить, массажем делать, да? Значит, там у меня вот, например, есть там, скажем, технологии, да? Если я что-то говорю два раза Я хожу круг вокруг, там, стола или вокруг купола, там, или вокруг острова Мы там играем, там, ну и так далее, да? А у тебя какие технологии? Сергей, технологий много, но весь вопрос в чем? В общем, вопрос по развитию, по ступеням Например, ты строитель Ты прекрасно понимаешь, что мы вначале закладываем фундамент И мы сразу не летим в космос Мы не летим на купол Вообще, так, конечно, не так Ну, конечно, первое, я не строитель Значит, это одна из моих профессий Я девелопер, на самом деле, то есть, ну, архитектор, который создает Поэтому я смотрю на все целиком в комплексе, понимаете, да? То есть, нельзя проект стоэтажного здания или двухсотэтажного здания Смотреть сначала сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда Это как раз, в этом и есть искусство Увидеть все целиком, понимаешь, да? Отойти и так далее Поэтому тут ты ошибочно, а тебе опять двойка Знаешь, кто не говорил, что будет просто, да? Нет, нет, нет Это разговор про Фому и про Ерему Я предлагаю все-таки вернуться к началу нашего с тобой этого знакомства И у нас, я помню, и тогда были споры Очень много было разговоров на разные темы Я извиняюсь, Вадим Что, что? Ну, не получится Почему? Ну, смотри, я не зачерпнул слово, ты видишь? Давай еще раз посмотрим, какое слово Ютуб Ютуб? А, Ютуб Ну, у меня аж очков нет Ну, короче, у меня есть комплекс, понимаешь, да? Ютуб То есть, смотрите, как было раньше Значит, есть такой дуэльный кодекс Дурасова, который описывал дуэли, да? Собственно, дуэли, это как раз высший уровень Вот то, что ты мне рассказывал То есть, ну, вопрос жизни и смерти, цена ошибки, да? Я рекомендую, вообще, эта настольная книга должна быть у каждого человека Дуэльный кодекс Дурасова Вот там пункт номер один, да? Значит, можешь ли ты, равные ли у вас сословия Только равные сословия могут вызывать друг друга на дуэль Если пункт номер один не отвечает требованию, все Пункт номер два нет смысла читать Понимаешь? То есть, тогда этот вопрос разбирается в суде, в общей юрисдикции То есть, орган в виде, как правило, разрушительных технологий Более важно, ничто несет себе это мысли, какую эмоцию А откуда звук идет? Откуда исходит этот источник опасности? Если звук идет вот отсюда, из телевизора, я подхожу, выключаю телевизор Если звук идет оттуда, я, значит, ставлю стеклопакет Я выключаю, я выключаю источник Или же у меня, если тогда есть возможность, я ухожу дальше от этого вредного источника разрушительной информации И то, что ты говорил, то, что вы практиковали со своим другом, то есть, некие аскезы В свое время, это тоже где-то 90-е годы, я посещал школу Щетинина Может быть, ты слышал, такой академик Щетинин Это родовая школа в Краснодаре, в Текосе И эта школа была основана на саморазвитии самопознаний Там однозначно не было телевизоров Там было творчество Там каждый ребенок развивался И что меня поразило в этой школе Это своего рода республика Шкит Где дети принимают решения Там появляется взрослый человек И дети говорят своему учителю, академику А может ли этот человек находиться в этой школе Меня также там тестировали Сидел этот академик Щетинин И рядом сидели две девочки Но я понимал, там и немножко другие технологии Во всем этом работали Эти практики концентрации И практики созерцания Практики расслабления и расширения нашего сознания Они, к сожалению, не для всех И большинство людей это на самом деле белорубки Вот что я слышу Евгенистические утверждения Понимаешь, да? Практически, так сказать, мы полушаги От того, что на нас могут подать в суд Понимаешь, так сказать, за такие утверждения То есть С учетом, так сказать, вчерашних Закона о фейке Закона об ответственности за оскорбление Кого-то там Вот Если в Москве человек возьмет и отключится От всех информационных каналов Да? То Ну, я не думаю, что он сможет существовать И находиться долго в этом обществе Потому что он просто Ну, мягко говоря, выплатит из него А в результате потери какого-то количества времени Он будет неадекватен Что такое? То есть он не сможет отвечать на какие-то вопросы Там и так далее, да? Тогда проще уехать на Гуа, на Бали, да? И, собственно говоря, войти в состояние дзен Понимаешь, то есть вот Я уверен, например, что, скажем, технологии йоги Которые есть Они в России не работают Я даже считаю, что они вредны Я знаю, что 10% людей, которые занимаются дыхательной йогой Так сказать, уезжают в дурку Понимаешь? Нет, уже Вот, поэтому меня интересовали как раз Я думал, что у нас есть какие-то российские технологии, да? То есть какая-то стройная качественная система Ты мне так сказал, по крайней мере, да? Я, может, тебя неправильно понял, да? А значит, которая через, там, 7 шагов, там, или еще что-то, хорошо Сделает так, что человек сможет находиться в разных зонах, да? Будет адаптирован, да? И мы хлопнуем на него посмотрим Я скажу, о, смотри-ка, вот он, наверное, новый лидер, да? Россия Сейчас, кстати, вот сегодня идет, значит, это Ну, наградили лидера России, да? А сколько, кстати, ты воспитал лидеров России? Я тоже не знаю Вот, то есть, если у тебя технология, которую мы запустим И через год мы выставим, например, на лидера России 20 бойцов А, нормально я придумал, да? Сергей, а? Кто это знает, что это все? Сергей, смотри, в пользу беда, смотри Давай примем участие сначала в российском соревновании, смотри А потом объявим мировое соревнование, да? То есть, у меня вообще, как бы, ну, такая есть одна из проектов Которым я сейчас занимаюсь там и думаю Это я хочу на Бали Ну, все знают, что на Бали очень много Со всех стран мира приезжают вообще на Бали Самые креативные, самые интересные люди То есть, такой point, да, мировой уже И там много мастеров разного уровня Там, начиная, там, от Хилеров, там, ну, и так далее, да? Энергопрактиков И вот мы хотим там организовать мировой чемпионат По, ну, такому внутренним, что ли По массажу тела, сознания и всего остального Да? То есть, вот, как вы, например, да? Здесь... Это мозг, понимаешь, да? То есть, мы дотрагиваемся какими-то своими словами, мыслями Дотрагиваемся до мозга человека внутрь, да? То есть, мы там делаем, так сказать, вот этот нейрок И мы что-то там с ним делаем, ты понимаешь, да? То есть, это опасная штука, Вадим А если, знаешь, там, дай дураку, так он лоб расшибет, понимаешь, да? То есть, как бы, мне кажется, мы не имеем права рассказывать Это пункты более высших ступеней Давай мы рассмотрим с того, что ты начал с автомобиля Так вот, перед тем, как на автомобиле поехать в какой-то путь выстроить Да, конечно, все начинается с навигатора У современного человека, если нету навигатора, куда ты поедешь? Если нету карты, не знаешь дороги Но прежде чем поехать, все-таки нужна база И нужно посмотреть Первое, мы начинаем, вот, в отличие от других И вот, я помню, 10 лет назад мы с тобой столько этих разговоров Или о методике преподавания Моя методика в корне отличается от других Вот, давай Я начинаю, я тебе говорю Так вот, смотри, давай продадим 70 тысяч человек Смотри Мы сейчас должны им продать, да? Да, хорошо Смотри И бабка Моё обучение начинается с того Не с практик развития разума и сознания Моё обучение начинается с тела И до тех пор человек, ребёнок приходит в этот мир Абсолютно свободный, абсолютно чистый и на полной божественной энергии Проблема начинается с напряжения Напряжение физического тела В гибком теле, гибкие мозги, отсутствие энергоинформационных зажимов Поэтому я своих учеников начинаю учить первоначально на телесном уровне Я начинаю с практика расслабления тела Я начинаю не с психики, я начинаю с тела Психосоматика Я через тело расслабляю психику человека И я через тело вывожу Вначале мы рассматриваем практику расслабления И в дальнейшем, после этого, вот в моей системе Практика концентрации, это уже примерно пятый или шестой уровень Сейчас вот я расскажу В Греции, вот у меня 10 школ Несколько школ в Индии и в других странах Настоящий стопроцентный проект трансферфинга реальности И большинство людей, которые этому учат, там, трансферфинг реальности, там, маги, колдуны Но я не вижу конкретных результатов Когда ты пришел ко мне на демонстрацию бесконтактного боя, ты видел здесь и сейчас Но бесконтактный бой многие люди просто утрированно воспринимают В моем понимании бесконтактный бой, это более первое, это философское учение Отсутствие боя как такового, умение вести переговоры То есть это более высший уровень энергоинформационного, духовного и философского развития И в системе я выстроил три основных уровня Самый сложный, это уровень управления самим собой Первоначальное управление своим телом Затем управление своей психикой, психоэмоциональным состоянием Но под телом, конечно, я рассматриваю управление своей энергией, развития силы, скорости, ловкости, выносливости, гармоничное развитие И на более высших уровнях, да, мы переходим к практике концентрации И вот практика концентрации, а там где концентрация, сила, внимание, энергия Это вот как раз одна из тем демонстрации раскрытия магнетизма личности Или скрытых психических сил, заложенных человеком Но природа заложила так, на самом деле, что у нас 60% физических наших сил, они закрыты из-за напряжения Межреберная невралгия, из-за того, что на нас постоянно идет давление Наши психические силы, также там процентов 70 закрыты И на сегодняшний день нейрофизиологии пришли, что мы используем Да, сделаем 1-2% возможностей коры головного мозга На более высших ступенях, когда мы приходим к практикам развития нашего разума То есть мы, две практики, вот у меня есть уже целые выпущенные много программ Различных медитационных, они связаны с первой ступенью релаксации И более высшей практики концентрации Есть пошаговое расписание алгоритма, что, где, когда, зачем, почем Теперь я расскажу, как эти бизнес-цепочки, они работали Буквально еще, беру минуту Видите, как удобно, песочные часы На момент активного, скажем так, штурма сознания в Москве Когда я работал с тобою, проводил занятия Помимо этого были еще многие другие проекты в Москве С очень, скажем так, известными людьми Это были и политики, и олигархи Это были генералы-руководители силовых структур Я для себя выстроил некую мотель Вернее, мне это было интересно Я тебе скажу, с чего начался интерес Я думаю, почему они теперь в лупу смотрят, чтоб на компьютере увидеть, значит, что там Я... Вадим, смотри, Сергей Так это был ты Да, да То есть ты реально? Да, да Теперь, значит, смотрите, во-первых, у меня тоже идет запись Ну, дай, дай, дай Значит, попробуй только вырезать Хорошо, ничего, ничего не вырежу Смотри, с чего началось? Всего началась вся эта история Когда-то, лет 20 назад, я на базе Тверской губернии Там создал центр И там были руководства Губернатор Зеленин, которого ты знал Ряд других силовых структур Был большой центр Мы различные там нестандартные методики обкатывали Там были и группы военных психологов Там мы по стрельбе, и по пятому, десятому В общем, все это крутилось, вертелось Мне потом один человек говорит Вадим, а вот ты скажи На выходе, сколько ты получаешь И мне кажется, ты постоянно находишься в стрессе Я так подумал и пришел Да И он мне говорит А ты знаешь, есть в Москве один человек У него небольшая группа Четыре человека всего С ним только занимается оздоровительными, дыхательными практиками Раз в неделю они делают упражнения Пьют чай Ездят 2-4 раза в год куда-то в горы на море И каждый ему платит определенную сумму денег И в общем, эта сумма денег получается такая Я так подумал, нифига себе Никакого стресса А я тут пашу, кручу То есть это тут силовые структуры Эти спецслужбы И мало того, я занимался очень разрушительной энергией Мы создавали систему для армии Эта система преподавалась в войсках специального назначения И она до сих пор преподается И я вошел в некую стадию озарения Осмысления Появилась мотивация И через какой-то момент Появляется один очень влиятельный человек в Москве Еще до тебя И мы с ним в течение года занимаемся Попьем чайку Я говорю, не торопимся Немножко подышим Потом пространство-время Всводят с тобою Появляется ряд других Третьих, четвертых, пятых людей И я для себя выстроил бизнес-структуру Перед этим я ездил в Америку, в Англию Проводил кучу семинаров Приезжаю весь обесточенный Я еду в Горный Алтай Бантовые ванны принимаю Восстанавливаю энергетику И тут я в Москве выставил оазис У меня на Кутузовском квартира Мы с тобой в Москва-Сити В Башне Федерации занятия проводим К тебе домой съездим Еще у меня примерно 3-4 клиента такого уровня, как ты Но я понимаю, сил, здоровья нету Я понял, что я что-то потерял Я потерял самое главное Внутренний стержень И дальше Моя мысль такая А давно ли я был в Германии? Проходит минута Звонок из Германии Звонит мне человек из Германии И спрашивает Вадим, а не хотел бы ли ты в Германии провести семинар? Я говорю, ты знаешь, я 3 года никуда за границу не ездил Давай подумаем Окей Дальше я сижу, размышляю И следующая моя мысль, Сергей Вот я был в Германии Возможно, сейчас поеду И я кратковременно до этого съездил в Австрию и Вену Но я был всего голопом по Европе Думаю, сейчас буду в Германии Водить состояние пустоты И на какой-то момент концентрировать внимание на какой-то одной стране И буквально эти цепочки и события происходили Давай, давай Второе, если ты, конечно, с первого раза слышишь Начинаем Начинаем В эти три раза говорю Секундочку Время пошло Значит, ты говоришь Пустоты, не пустоты Я еще раз Я утверждаю все это в пользу бедных Выстави на следующий год 10 лидеров на конкурс лидеры России И все Много слов Одного лидера бы выставить Ну, 10 лидеров Где их найти? Одного бы нам лидера выставить Смотри Один лидер Это предыдущая модель управления миром Это все равно приведет тоталитаризму Мы говорим о том, что будущее находится в области фрактальных структур Понимаешь, да? Это фундаментальная вещь Поэтому Ну, окей, Вадим, давай так, смотри У меня сейчас просто следующая встреча уже начинается Значит, у меня все-таки предложение следующее Либо ты подписываешься И мы тогда понимаем, зачем мы обсуждаем, разговариваем Либо Предложение следующее Выпустить это видео Обдумать Написать какой-то предварительный протокол Осознать Посмотреть тебе И прийти и сказать Я готов принять вызов Или бросаю вызов Или я заявляю, что будет так-то И тогда я, так сказать, смогу поставить, грубо говоря, под твоей системой Утрированно говоря Знак подписи И сказать, да, вот качество